Конкурс на логотип к тысячелетию областного центра был объявлен еще в октябре 2016-го. Тогда Оргкомитет в специальном положении определил основные требования к символике, прописал четкие критерии оценки, выдвинул положения, которые должны быть учтены при разработке основной и дополнительных эмблем. Брест – город древний и город современный. А это значит, что логотип должен был грамотно сочетать в себе исторический контекст и устремленность областного центра в будущее. Всего на победу претендовали более двух десятков работ. Однако полноценный и комплексный подход был полностью реализован только в проектной документации Анны Редько. Макеты отдельных сувенирных элементов девушка уже пробовала воплощать в жизнь. Я подошла к нему профессионально, я потратила на него столько же времени, сколько тратила бы на коммерческий проект. Там было разработано помимо основного логотипа еще дополнительные логотипы сопровождающие. Вся сувенирная продукция, то есть там кружки, майки, сумки, то есть все, на что это можно применять. То есть, в принципе, это уже такое руководство к действию. Утверждение логотипа к тысячелетию Бреста – первый вопрос на повестке заседания Совета депутатов. Анне Редько была предоставлена возможность презентовать свою идею, а также ответить на вопросы участников мероприятия. В торжественной обстановке художница получила заслуженный подарок от городской исполнительной власти за вклад в развитие областного центра и продвижение его бренда. Абсолютно очевидно, что данный логотип будет использоваться не только в 2019 году, он уже сейчас имеет место и уже даже используется. И я не предполагал, как руководитель города, что этот вопрос будет таким сложным. Сложно, потому что мы хотели иметь какой-то особый знак тысячелетия, непохожий. Особый знак тысячелетия, который неоднозначно ассоциировался, подположим, с каким-то историческим объектом. Но, в частности, очень много было предложений, которые только лишь показывали Брестскую крепость. Брестская крепость – это, конечно, знаковое место для горожан, но это не весь город Брест. И очень хотелось бы, чтобы этот логотип был такой позитивным. Везде шла среди лучших работ работа Анны Редько во всех ипостасях нашего конкурса. И, конечно, в марте последнее заседание комиссии единогласно присудило победу Анне Редько, потому что она, наверное, больше всего соответствует одновременно. И критерием нашего конкурса город должен быть отражен. Это с одной стороны. А с другой стороны, работа Анны Редько больше всего попадает под слово «логотип». Потому что логотип тоже имеет свои законы. Специальным подарком от Брестского городсполкома был награжден проект еще одного творческого коллектива – тандем отца и дочери Алины и Геннадия Вяли. К слову, Геннадий Игоревич в свое время был наставником и у Анны Редько – выпускницы Брестской школы изобразительных искусств. Организаторы конкурса уже задумались над тем, как внедрить еще одну эмблему в отдельную сувенирную концепцию. То, что мы получили сейчас в итоге, я считаю, это оптимальным вариантом, очень добрый, позитивный, хороший логотип. Ну и тот логотип, который мы позиционируем как параллельный победитель, по сути дела, он сделан более профессионально. Он сделан с точки зрения основ каких-то, может быть, геральдических или знаковых, он, может быть, сделан более профессионально. Но он чуточку не вписывается в ту конву использования логотипа, который мы предполагаем широко использовать в молодежной среде, в спортивной среде. Поэтому два, по сути дела, реальных у нас победителя. Теперь логотип «Тысячелетие Бреста» начинает свою новую жизнь, уже не на бумаге. Он будет использоваться в печатных материалах, а также при изготовлении сувенирной продукции. А работа по подготовке к юбилею города будет продолжена. То, что мы и дальше при принятии каких-то знаковых решений по тысячелетию города, каких-то информационных кампаний, всегда будем учитывать мнение горожан, это абсолютно правильно, абсолютно очевидно.